Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Витальсон. Смотрите, сегодня на повестке дня такая животрепещущая тема, как контроль захлеба колонны. Смотрите, перейдем сразу к делу. Я провел несколько экспериментов и пришел к такому выводу, что мы кое-что с вами делаем неправильно. Если у вас другое мнение, которое не совпадает с моим, напишите об этом в комментариях, пожалуйста, и обоснуйте. И, пожалуйста, если у вас мнение совпадает с моим, тоже напишите об этом в комментариях, и мне интересны ваши мысли. Смотрите, ребята. Получается, ну рассмотрим сегодня на аппарате Люксталь 7, потому как у меня другого аппарата нет. На этом аппарате у нас идет в комплекте одна царга стеклянная, одна царга из нержавейки. И благодаря стеклянной царге я решил провести несколько пробных перегонов и посмотреть, как же у нас происходит захлеб колонны. По всем известным догмам мы делаем что? Мы набиваем, допустим, вот у нас метровая царга, полностью из нержавейки. Мы набили ее, к примеру, СПН-кой 3,5 на 3,5 проволока 0,2 нержавейка. Мы ее плотненько, хорошенечко набили. К примеру, сверху поставили или диоптер, или у нас, к примеру, вот узел отбора со смотровым стеклом, или есть такие узлы отбора, на которых шланг перелива, по нему можно типа захлеб смотреть. Что мы делаем? Заливаем спирт сырец, даем поработать колонне на себя и потом нам нужно найти нашу предзахлебную мощность колонны, дабы на этой предзахлебной мощности отбирать головы и потом, естественно, отбирать тело. Что мы делаем? Наша предзахлебная мощность, как мы ее рассчитываем. К примеру, вот я буду рассказывать по своим параметрам. Вот, допустим, я ставлю индукционную плиту на 2 киловатта и смотрю, работает, работает, все нормально. Сверху, к примеру, в диоптре вверху, вот я, допустим, у меня нет стеклянных царх, ничего, у меня здесь царха из нержавейки, сверху стоит просто диоптр. И я смотрю, опа, в диоптре у меня начинается захлеб, начинается бурление. По идее, нужно убавить подаваемую мощность процентов на 10. К примеру, у меня 2 киловатта на плите, я ставлю на 1800 и смотрю, смотрю, уходит ли захлеб. Захлеб постепенно уходит, но где-то здесь он еще тут, так скажем, вверху колонны маленько побулькивает. Я убавляю еще соточку, ставлю на 1700 и все, все прекрасно. У меня диоптр пустой, я вижу возврат флегмы, все замечательно и мы можем с вами начать отбирать головы. И, в принципе, так делают все. Также, когда трубочка перелива стоит, по трубочке перелива прекрасно видно захлеб, трубочка полностью наполняется флегмой. Все, сейчас захлеб произойдет или уже есть. Когда в трубочке перелива флегмы буквально полтрубочки, то это все нормально. Также мы прекрасно видим захлеб вот в таком узле отбора. Получается вот здесь смотровое окно из стекла и здесь мы также можем прекрасно увидеть наш с вами захлеб, когда колонна захлебнулась. И так, в принципе, по идее работают все. Некоторые, я знаю, вообще не заморачиваются по поводу захлеба. Набивают колонну, врубают там 2,5 киловатта, а потом говорят, что-то у меня не то, что-то у меня выбросы какие-то пошли в атмосферу. Ладно, об этом не будем. Все, вот так мы работаем. Но, имея две, у меня две стеклянных царги, имея две стеклянных царги, я решил провести небольшой эксперимент. За два перегона я провел эти эксперименты и сейчас о них вам расскажу. Что я сделал? Я взял две стеклянные царги. Набил их, эти две царги, точно так же, как и обычную свою метровую царгу из нержавейки. Забил СПН 3,5 на 3,5 проволоку 0,2 из нержавейки. Собрал аппарат в стандартной комплектации. Все. И начал делать все по плану, как всегда, при ректификации. Так, как я вам сейчас рассказал. И что я заметил? Никакого захлеба вверху у меня еще, естественно, нет. Я думаю, мне надо посмотреть по царге, как будет захлеб подыматься. И смотрите, захлеб начал подыматься не снизу, как это принято думать, что снизу захлеб начинается и пошел-пошел-пошел-пошел вверх. Нет, нет. Захлеб начал, начался с середины нижней царги. И пошел вверх. Пошел вверх, пошел-пошел-пошел и ушел уже до такой степени, пока не пришел вот сюда. Я это делал из такого расчета, что царги стеклянные стоят. Я это вижу, но теоретически, как будто это царга из нержавейки. Потому что стеклянные царги мало у кого есть. И получается, я захлеб увидел здесь уже вверху. Получается, половина нижней царги низ без захлеба, остальное в захлебе полностью. Я провожу те же манипуляции, убавляю индукционную плиту и смотрю, когда захлеб уйдет. Ушел захлеб вот отсюда, сверху, из узла отбора. Или у кого-то там диоптер, допустим, стоит. Захлеб ушел. Я убавил еще соточку. В общем, получается, с двух киловатт я убавил на 1,7. Все, я посмотрел. Захлеба нет. Все прекрасно, можно работать. Но, но, друзья мои, ушел захлеб с верхней царги из стекла. Но в нижней царги из стекла он остался. Он как был полцарги, так и остался. Я стал наблюдать. Что же будет далее? Открыл, настроил отбор голов и смотрю, как себя будет вести захлеб. Висит. И постепенно, постепенно он опустился вниз. То бишь, вся царга стала нижняя. Полностью в захлебе. Она вся захлебнулась. Но вверху-то мы захлеба не видим. Далее прошло там какое-то количество времени и захлеб поднялся еще выше, на половину второй стеклянной царги. Получается, полторы царги захлебнулись. Вверху захлеба нет. Мы также работаем, отбираем головы. Отобрал я головы, начал отбирать тело на той же самой мощности. Настроил литр двести в час. В царгах ничего не изменилось. Также полторы царги остались полностью захлебнутые. Пол царги работает. И вверху, возле отбора, захлеба я не вижу. Так работают все аппараты. Я уверен, все. И получается, что у нас, по идее, работает только пол царги. Ведь все остальное у нас захлебнулось. Там идет вот это бурление и кипение. Если вы видели, что такое захлеб. Это флегма. Это пар давит снизу, флегма опускается сверху. И получается, пар давит с такой силой, что флегма уже не может его пройти. Он ее выдавливает все выше, выше, выше. Здесь это все бурлит. Такое, ну как будто кипение такое вот происходит на вид. Это такое вот как бурление и кипение. И получается, наша насадка, она уже не работает так, как нам надо. У нас уже нет тех теоретических тарелок, в том количестве, в котором они нам нужны при нашем диаметре и нашей высоте. У нас получается, работает пол царги. И все. А здесь вот этот захлеб, вот это бурление происходит. И получается, здесь у нас уже не такое, как нам нужно, идет укрепление. Не такое, как нам нужно, уже идет очистка. У нас уже тепло-массообмен, получается, нарушен. Выходит так, выходит так. А ведь мы все привыкли работать именно таким способом. Потому что у нас нет стекла. Мы работаем на нирже. Мы не видим, что происходит в царге. А царга-то наша, из нержавейки метровая, давно захлебнулась. Грубо говоря, пол царги, а то и меньше работает как положено. Насадка. В остальном, она полностью как надо не работает. Так, что я начал делать далее? Да, в этот момент вода на выходе, охлаждающая жидкость, ну то бишь вода на выходе, у меня была где-то примерно градусов 30. Это для тех, кто любит включать воду на всю, чтобы она была ледяная. Так делать не надо. Ледяная имеется в виду на выходе. Так делать не надо. Что я начал предпринимать? Думаю, ну неправильно же все это дело работает. Я начал убавлять мощность на индукционной плите. Думаю, ну, буду по соточке. Убавил на соточку. Смотрю. Из верхней царги захлеб ушел, но в нижней царги захлеб остался. А дефлегматор, вот он наш, вот этот дефлегматор, который у нас стоит наверху на узле отбора. Он полностью ледяной. И вода на сбросе примерно 30. Я думаю, так, ну дефлегматор, вот этот, достаточно мощный. Очень достаточно мощный. Он прекрасно справляется. Просто великолепно. Думаю, так, 1600 на индукционке не буду я далее убавлять. А дайте-ка я убавлю подачу воды, дабы, чтобы наша флегма была более теплой. И так как дефлегматор вполне себе справляется, я убавил подачу воды. И вода на выходе у меня стала в среднем 55 градусов. И, о чудо! Из нижней царги захлеб ушел. Получается, что вода очень и очень влияет на все это наше дело. Это к тому, что многие пишут, что пофигу, какая вода на сбросе переохлаждения флегмы. Это все чушь. Нет, это не чушь. Это проверено уже конкретно на опыте. Убавил воду. Флегма стала гораздо более теплой. Дефлегматор справляется прекрасно. Никакого парения сверху. Вот у нас сверху вот так вот ставится носик. Никакого парения из носика не было. Вода 55, из носика ничего не парит. Значит, дефлегматор справляется. Флегма стала более теплая. И захлеб ушел. Это 1600 у меня было. Захлеб ушел. В этот момент у меня также отбирается тело. Я думаю, так, 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 так. А что, если я на соточку-то, на 1700 добавлю? Потому что, в принципе, всегда я перегоны на 1700 в последнее время делаю. Добавляю на 1700 и смотрю. И вот чудо, все прекрасно. При том, что я убрал, сделал поменьшую воду, 1700 поставил. Все, захлеба нигде совершенно нет. Колонна работала-работала. Шел, 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 шел отбор. Все прекрасно, все замечательно. Да, и еще, когда начинает образовываться захлеб, в 90, наверное, процентов случаях начинаются скачки температуры. А мы же с вами смотрим на температуру при ректификации. Прошло какой-то небольшой там отрезок времени, грубо говоря, может быть минут 30. Я смотрю, у меня начал опять захлеб образовываться не снизу, а где-то с середины. Колонны, начал образовываться захлеб, но вверх не лезет. Вот он как образовался, так и стоит, такая пробка. Я смотрю на температуру. Температура начала то вниз, то вверх на 0,1 градуса. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И пробка вот эта висит, грубо говоря, посередине. Думаю, так, ну что ж, надо, наверное, убавить мощность, попробовать. На соточку я на 1600 опять убавил. Отбор я не меняю, вообще не трогаю. Как литр в 200 у меня шло, так и шло, я его вообще не касался. Убавил, посмотрел. Захлеб ушел, воду не трогал, температура выровнялась. И вот такая пляска, так сказать, у меня прошла весь мой вот этот перегон. Что я из этого перегона вынес для себя? Вынес я то, что для того, чтобы колонна работала идеально и на разделение фракций, на укрепление, и также идеально она работала, ну, по своей стабильности. Нам нужно убрать захлеб не просто сверху колонны, а убрать захлеб полностью из всей насадочной части. Как это сделать? Ну, вот я пришел к выводу, что регулирую подачу воды. И, естественно, мощность подаваемая нагрева. Замутил я второй перегон. Думаю, ну, надо дальше еще попробовать сделать изначально все правильно. В той же самой комплектации собран аппарат. Заливаю такой же, точно, спирт-сырец. Довожу колонну до рабочего состояния. Работает она у меня где-то полчасика на себя. Никаких захлебов, ничего я не вижу. Изначально стоит 1700. У меня на индукционной плите вода в этот момент на выходе где-то примерно градусов 40. Смотрю, все никакого захлеба пока что нет. Все работает, колонна на себя работает. Я начинаю открывать узел отбора. Вот этот. Дабы настроить отбор голов. Узел отбора я открыл. По капельной отбор голов я настроил. И приглушил подачу воды до такой степени, чтобы у меня на выходе она была 50. И получается 1700 индукционка, 50 на выходе, вода. Пошел отбор голов. Голову я отобрал где-то часа за 4. Не намека на захлеб. Все просто великолепно. Все замечательно. Вот она и слово наше, когда мы говорим. Нужно работать на предзахлебной мощности. Предзахлебная. Это получается не в том смысле, что у нас захлебнула вся колонна. И получается предзахлебная мощность. Мы рассчитываем так, что захлеб у нас уже вышел аж в узел отбора. Получается нет. Получается предзахлебная мощность. Это мощность та, которая не дает захлебнуться колонне именно полностью. Всей. Вот. Друзья мои. И в итоге второй перегон, второй мой эксперимент прошел просто идеально. Просто великолепно. Никакого захлеба я не наблюдал. Все было прекрасно. И тут я опять же задался другим вопросом. Вот с того раза-то остался у меня спирт-то 96-процентный. Все как положено. И сейчас я получил 96-процентный. Ну и что получается. В принципе на вкус, цвет и запах я не обнаружил каких-то кардинальных отличий. Может быть если отдать там его в лабораторию. Может быть там в нем отличия и найдут. Но на запах и на вкус я отличий совершенно никаких в принципе не обнаружил. Но вот эта тема меня очень заинтересовала. И я думаю эта тема интересует также многих, не только меня. Что? Как мы работаем? Вот опять же подведем, скажем так, итог. Что мы практически всегда, если мы работаем на предзахлебе, не видя, что у нас происходит в царге, а видя только то, что у нас происходит сверху в царге, в диоптере, в смотровом окне или в трубочке перелива. Мы работаем на предзахлебной мощности. Да, но в этот момент у нас практически вся насадка, практически вся насадочная часть у нас захлебнулась и работает как положено лишь небольшой отрезок этой насадочной части. Правильно ли это или неправильно? Я хочу услышать ваше мнение в комментариях, ребята, друзья мои. Вот, в принципе, и все, что я сегодня хотел до вас донести, все, что я хотел вам рассказать. Я не считаю, скажем, себя каким-то суперпрофессионалом, я не ставлю свое мнение во главе угла. Так что я хочу услышать мнение вас. Возможно, кто-то об этом уже давно думал, возможно, где-то об этом уже написано. Я просто об этом не знаю. Можете мне информацию скинуть. Вот как-то так, дорогие мои друзья, вот как-то так. Но я вам говорю, до свидания, жду ваших комментариев. Быть добру, друзья мои. Два пальца вверх. Вкусного всем самогона.